Ёлочная игрушка. По ней можно изучать историю. В коллекции Сергиево-Пасадского музея игрушки есть ёлочные украшения конца XIX и начала XX веков. В инвентарных книгах значится, что представитель семьи Булацель передал музею коллекцию немецкой картонажной игрушки. Возможно, семья уезжала в эмиграцию или уже не надеялась, что ёлку снова можно будет украшать, ведь тогда этот новогодний атрибут был под запретом. Игрушки, изготовленные на рубеже XIX и XX века методом горячего прессования, живы по сей день. У льва различимы белые зубы, а в стульчик и сегодня можно спрятать лакомство. Много было бонбоньерок. Бонбоньерка-столик, бонбоньерка-стульчик. Туда вкладывались маленькие конфекты, их называли тогда. И вот ребёнок бонбоньерку эту брал, а там внутри это как подарок миниатюрный. Это было очень удивительно, умилительно, что маленькая стульчика, открываешь спинку, там конфетки. То есть была такая тематика, именно радость ребёнка, угощение. В 30-е годы мастера продолжают делать бонбоньерки, но уже в виде рубанков и танков. Ёлочная игрушка отображает все достижения советской страны. Новогодняя советская ёлка – это был праздник именно достижений народного хозяйства и охрана рубежей страны. Это красноармейцы, это танки ехали, это дружба народов различной народности, населяющей нашу многонациональную страну. В ней очень много было политики. Спасли челюскинцев, лагерь на дрейфующей льдине появляется. Выставку «Празднование Нового года в Европе и Азии. Традиции и современность» можно увидеть 3, 4, 5 и 6 января. Музей игрушки открыт с 10 утра до 17.30. Оксана Мирошникова, Антон Каврижных. Программа «События». Продолжение следует...